Таджикистан И мамхатыбов отправили на сбор осеннего урожая. На рынке мардекора в Душенбе каждой подъезжающей машине толпой подбегают мужчины. Они согласны за любые деньги выполнить работу, которую предлагают наниматели. Один из молодых паденщиков, Хуршет Сангов, расстроен тем, что из-за наплыва новых людей наниматели стали платить намного меньше, чем раньше. Иногда приходится ждать 3-4 дня, пока найдешь работу. После того, как многие мигранты из-за пандемии вернулись на родину, мардекоров стало очень много. Раньше в день можно было зарабатывать 170-200 самманий, сейчас не более 20-30 самманий. Здесь немало молодых людей, которые ждут работы с утра до вечера, но возвращаются домой с пустыми руками, говорит Хуршет. Другой житель района Рудаки по имени Косим подтверждает, что паденщики соглашаются на любую оплату своего труда. Нам за штукатурку одного квадратного метра стены раньше платили по 10 самманий. Теперь же некоторые рабочие согласны выполнить эту работу за 6-7 или даже за 5 самманий. Сокрушается Косим, с которым журналисты встретились на рынке мардекора в районе Рудаки. Ранее исследования международных финансовых организаций показали, что каждая четвертая семья в Таджикистане живет за счет денежных переводов своих родных из трудовой миграции. Во Владивостоке 8 лет лишения свободы получила уроженка Узбекистана Махигул Примова по обвинении в содействии терроризму. Приговор женщине вынес суд во Владивостоке, где она жила около 9 лет, сообщает газета «Известия». По данным следствия, в 2012 году Махигул якобы перечислила 90 тысяч для неких террористов. У Махигул на свободе остались двое малолетних детей. Ранее адвокат Марат Ашимов предостерег мусульмана денежных переводов физическим лицам в благотворительных целях, поскольку они рискуют быть обвиненными в финансировании терроризма. В последнее время в России часто возбуждаются дела по аналогичному сценарию. По мнению правозащитников, такая практика очень удобна для российских спецслужб в демонстрации отчетности и имитации борьбы с так называемым терроризмом. Среди обвиненных по такому же сценарию журналист дагестанского издания «Черновик» Абдулму Мингаджиев и предприниматель Кемал Тамбиев, которые полностью отвергают предъявленные им обвинения. В Лебапе власти вынуждают бюджетников покупать недавно опубликованную книгу президента Гурбан-Гулыберды Мухамедова «Принципы туркменской государственности». Об этом пишет Азатлык. При этом книгу можно найти лишь в нескольких книжных магазинах во властном центре. 4 сентября государственное телевидение сообщило о выходе в свет новой книги президента Гурбан-Гулыберды Мухамедова. Невыполнение требований расценивается наравне с государственной изменой. Официальная стоимость книги пока неизвестна. По некоторым данным, стоимость книги составляет около 60 монат – 17 долларов по госкурсу. Сотрудник одного из местных предприятий сообщил журналистам, что купил новую книгу президента именно по такой цене. Напомним, что в конце августа этого года в госмагазинах Фарабского района Лебабской области вместе с мукой и хлебом жители обязали покупать портрет президента стоимостью 20 монатов – 5,7 доллара по госкурсу. Азатлык сообщал тогда, что покупатели согласились с этим условием, побоявшись выражать свое недовольство, так как вокруг магазина стояли полицейские и сотрудники Министерства национальной безопасности. В понедельник, 14 сентября, пресс-секретарь Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана Авшин Муким опубликовал в своем аккаунте в Фейсбуке 4 фотографии, на которых изображены мамхатыбы, собирающие урожай. Принимая во внимание поручения главы государства об эффективном использовании каждой пяди земли, на земельных участках пресоборных и пятикратных мечетей посадили различные сельскохозяйственные культуры, написал он в публикации. Собранный имамами урожай будет использован в основном для благотворительности, сообщает Авшин Муким. Стоит отметить, что использование религиозных деятелей, в частности имамов мечетей, в пропаганде политического курса режима, на сегодняшний день стало в Таджикистане обычным явлением. Так, например, в 2018 имамов дважды обязали посетить театр для просмотра спектакля «Гумрахун» и «Абу Аташ». В августе того же года имам-хатыбы посетили музей с целью познания истории своего народа. Священнослужители обязаны знать историю своей земли, древнюю культуру предков и понять, что познание закона в мироздании помогло нашим пращурам пройти через горнила многих войн и катаклизмов, сохранить свой язык, культуру. Изучение собственных истоков помогает понять традиции и верования других народов, сообщал тогда Авшин Мукин. Также в 2018 году имам-хатыбов привлекали для продажи билетов на концерт «Вечер дружбы» с участием Сивинч Муминовой, Нигины Аманкуловой, Джанибека Муродова и других эстрадных исполнителей из Таджикистана и Узбекистана. А в Шахритутском районе имам-хатыбе отреставрировали памятник Ленину на средства, поступившие от прихожан мечетей в качестве пожертвований.